Мы потратим, наверное, где-то час на то, чтобы поговорить об экономике. Сначала мы обратим наше внимание на воспроизводство. И вам придется мне доверять по поводу некоторых вещей, о которых вам буду рассказывать. И затем мы перейдем к такому понятию, как ценность животного. И затем вы поймете, почему мы говорим о первом части, то, что является ценностью стельности. Сначала я хочу, чтобы вы мне доверяли. В США стельность стоит почти 300 долларов, что, по моему мнению, равняется этому, правильно? Окей, мы будем использовать эти 9000 рублей ценностью стельности. Я расскажу вам один пример с двумя ассиминаторами. У нас есть ассиминатор A и B. Оба, когда идут на ферму, несут ответственность за выявление в охоте и осеменение. Мы не говорим о том, что кто-то другой должен выявлять их в охоте и осеменять. Это именно эти люди должны выявлять их и осеменять. И оба этих двух людей имеют 33% степени оплодотворяемости. Ассиминатор A идет на свою ферму и он осеменяет 12 коров. Сколько у него будет случаев стельности? Четыре. Какова является ценность его работы на этой ферме? Сколько стоит ценность его стельности? Сколько стоит семя? 30 долларов. 30 долларов. Ну у нас. 30 долларов. 30 долларов. 1000 рублей. 3000 рублей. 1000 рупла. 1000 рублей. Нормальное семя? ТПи 2000. В руках? Сколько в рубля? 1000 рублей. 1000 рублей. Авида по 320, ухватят, да? Даже меньше есть. Бедный пиес. Итак, доход этого ассиминатора это 24 000 рублей. Этот специалист по осеменению он также осеменяет 12 коров. У него 4 случая стильности, но Сюда поставим 4. Специалист по осеменению в первой части очень занятой человек. У него есть и другие фермы, которые необходимо посетить. А этот специалист по осеменению продает семя. В дополнение к осеменению коров. Ему нравится продавать семя. Никуда не ездит при этом. Он находится на ферме. И он хочет продать больше семени. Единственный способ, который ему известен, чтобы это сделать, это осеменять больше коров. Он находит еще 6 коров, которые могут, а могут и не быть в охоте. 50% того, что они в охоте. И он может продать семя. И он осеменяет их. Сколько будет случаев стильности среди этих 6 коров? Один. Полторы. Полтора. Полтора. Один. Один там, один там, он слышит. Правильно, один. 50% того, что стильности, что в охоте. Сколько будет стильности? 5. 5. 5. Right? Какова ценность 5 стильности? 45. Сколько стоит осеменение? 11. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. Кто лучше осеменяет? 20. 20. 20. 20. 21. 20. У кого бы лучше степень оплодотворяемости? 18. 18. 28. 20. 28. 18. 22. Этот человек, además даже лучше входит для себя. 21. Цветательная кислора. 20. 22. 26. 25. 28. 25. Нужно быть очень аккуратным, когда дело касается степени оплодотворяемости. Самое важное, это сделать так, чтобы корова стала стельной. То есть специалист по осеменению, которому нравится продавать семя, даже зная, что для этой фермы 100% из семени получается выше. Но этот животновод, он получается впереди. И будьте аккуратны, когда вы смотрите на степень оплодотворяемости. Нужно смотреть на общее количество стельности. Представим, а теперь поговорим о ценности животного. Представим, что у нас есть ферма, которая в среднем получает 30 кг молока на голову в день. Так же представим. 15 рублей на килограмм за молоко. Какой будет средний доход на голову в день? 450 рублей. 450 рублей. 450 рублей. 450 рублей. 450 рублей. 450 рублей. Теперь, есть много вещей, которые идут в цену производства. Очень много вещей, очень много пунктов можно включить в такое понятие, как расходы на производство. Это рабочая сила, электричество, оплата процентов и другие вещи. Но есть лишь один пункт, который действительно очень важен. Это расходы на корма. И причина, по которой я говорю, что есть только один пункт важный. Это, например, если у вас в ферме есть тысяча голов, и вы посмотрите на одну корову, и если эта корова покидает ферму, что будет дешевле всего для этой фермы? Какое будет изменение в расходах, если эта корова покинет ферму? Только расходы на корма. Только корма. Посмотрим на корма. Есть две причины, по которым вы кормите коров. Первая причина называется содержание. Это чтобы корова оставалась живой. А вторая причина – это производство. Продуктивность. И с практической точки зрения вы кормите для содержания, и вы кормите для продуктивности. И на каждый килограмм молока тратится почти то же самое количество корма. Одно и то же количество корма. А если будете уже 45-50 кг, тогда немного поменяются эти показатели. Но если мы говорим о 30-40 кг, то вот эта кривая линия, она будет постоянная. На содержание, что мы говорим о содержании, это почти те же самые расходы, которые мы берем, например, из расчета кормления сухостойной коровы. Когда я получил корм на свое содержание продуктивной за обедом, я спрашиваю об этой ферме, говорю об этой ферме. И мне сказали, что это стоит примерно 60 рублей в день. Это стоит примерно 60 рублей в день, чтобы накормить сухостойную корову. Это та формула, которую, возможно, вам необходимо записать. Это действительно все правильно. И она правильно работает, эта формула, что касается вот этого типа расчетов. И она следующая. Каждый килограмм молока стоит 4% содержания. В этом случае это будет 2,4 рубля. Я ненавижу сложные цифры. Я бы сказала 2,5. Потому что это легче с этим работать. Итак, при 2,5 рублях, сколько это будет стоить, чтобы получить 30 килограмм молока? 7,5 рублях, только на молоко. 7,5 рублях на молоко. 137 рублях. Ой, нет. Мне кажется, что вот это число, на самом деле, немного ниже, чем должно быть реальности. Мне кажется, должно быть, наверное, 70 и здесь 3 рубля. Это мое предположение. Потому что мне говорили, что в среднем здесь 150. Если возьмем 70 и 3 рубля, будет 1,60. Ну, это, можно сказать, приблизительный подсчет. Возьмем более дорогую какую-то стоимость. Тогда у нас будет 90. Будет стоить около 160 рублей на голову в день. А доход у нас будет 450. Это то, что мы называем доходом сверх расходов на карман. Ну, то аббревиатура будет такая, как он написал. Доход сверх расходов на карман. Может быть. Может быть. Но это не работает, да? Да. Хорошо. Итак, представим, что у нас корова, которая дает 20 кг молока. У нее третья лактация. Она не стильная. Она, возможно, ее необходимо продать. Мы ее продадим? Или все-таки мы ее оставим? Это то, как мы считаем. Посмотрим. Какой она дает доход? 300 рублей. Сколько у нее расходов на содержание? 70, правильно? Сколько у нее расходов на 20 кг? 60, правильно? 360. А, 3,5. 3. 3,5. 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 Итак, ее доход сверх расходов на карман будет 170. Это ее доход сверх расходов на карман. Итак, если мы заменим эту корову, мы ее заменим среднестатистической коровы. Как долго это животное продержится в стаде? Три года. А теперь очень сложный вопрос. Сколько дней в трех годах? Тысяча. Одна тысяча дней. Какова ценность нетеля, которая придет в стадо? Сколько это будет стоить вам, чтобы купить эту нетель? 120 тысяч. Я бы сказала 45 тысяч рублей. Это если своя. Нет. Вопрос в покупке на рынке или? Нет. Здесь собственный ремонт. Мы брали рыночную цену молока. Или себе стоит? На рынке стоит тысячу долларов. Что дороже? Своя или вот купить? Семь, спасибо. Не, не, но мы же брали что-то стоим. Семь. Сколько самая дорогая стоит? 120 тысяч. Не, ну это самая дорогая, вместе мы все-таки посередине. Семь, продать же можно. Ой, ой, ой. Это хорошая американская нетель стоит в России. Семь, а это американцы. Очень приятно. Вафф, он сейчас поймет, что надо филителями заниматься, программу продавать. Сколько стоит вырастить вам? Около шестидесяти балтики У него недалеко от рынка Поставим шестьдесят Итак, если вы продаете эту корову В Америке мы говорим так, что эту корову необходимо заменить и дать ей другую работу Ей необходимо начать работать в Макдональдсе Когда эту корову продают, сколько вы за это получите? За продажу коровы На мясо что это? 25 рублей 35 рублей Среднестатистически 70 рублей живого 500 килограмм 30 килограмм Какую стоимость вы назвали? Ну нормально, 40 тысяч Но по кругу Не все уходят по 70 Я думаю, у вас тоже Это лучше Та, которая дает 20 литров, идет по 70 Это те, кто с вами ногами еще уйти может Насчет того, что 20 литров и не продает Чистая стоимость получается 20 тысяч рублей Чтобы заменить эту корову, правильно? Сколько в день будет? 200 рублей 20 рублей 20 тысяч рублей А на платье вру 2000 дней А почему мы 1000 дней взяли? Ну 3 года То есть он говорил о 3 лактациях А это не 3 года жителей или 3 лактации? Ну ладно Мы же ее с нитили считаем 3 года Значит 3 лактации 3 года какая-нибудь Я думаю, что это 3 года, а 3 лактации Ну если это нитили, то мы это точно Ну ладно Я не знаю Как говорит один его голландский друг Все что угодно, лишь бы вы улыбались Как говорит один его голландский друг Как я не запретил Так что, ваша дохода будет 290 А ее доход будет 290 Минус 20 Как что это не запретил Или 200 А что такое 200 Ну это точно не сначально за деньги Получается 270 Это и есть ваш доход сверх расходов на карман Плюс Плюс И плюс еще замена Что за 290 Что за 290 290 Дает среднестатистическая корова Нет 290 Не, ну вот Которая 30 литров дает От нее будет 290 Нет 290 В этой колонке Смотрите Но Но ты же заменил на 30 литровую Это сколько даст вам среднестатистическое животное Если вы привлечете его в стаду Если вы привлечете его в стаду Так, ну 290 Минус 20 Минус на замениле 20 тысяч Разделить на 1000 людей Дорой 20 рублей Мы же там почитали сколько в день будет Да В день Да 20 20 20 20 20 20 20 Да, это за каждый день. 20 x 1000. Это если можно на тысячу, будет 20 тысяч. Это доход сверхрасходов на корма плюс замена. Итак, это способ расчета, с которым мы начинаем, чтобы рассмотреть такое понятие, как ценность коровы. И что мы делаем на самом деле, это мы сравниваем замену животного, которое сейчас занимает это место на ферме, со среднестатистическим животным. Мы задаем один вопрос. Оставляем эту корову? Или заменяем ее? Необходимо понять пару основных вещей касательно экономики. Какая самая дорогая болезнь на ферме? Мастит. Мастит. Не стильный, не управляющий. Open cow. Кто-то говорит мастит. Шизофрение управляющий. Что ты говоришь? Краизи. Краизи менеджмент. Да, это Краизи менеджмент. Правильно, правильно. Это плохое, сумасшедшее управление. Но вы точно не сказали, что именно Краизи менеджмент? Является болезнь пустого стойла. У вас есть место для коровы, а у вас нет там коровы. Это очень дорого. Потому что все, что вам нужно сделать, это заполнить это место. И затем вы будете получать это молоко. И вам это будет стоить дополнительно 60 рублей в день. Потому что у вас нету животного, который нужно заменить. Болезнь пустого стойла, это очень и очень дорого. И в нашей экономической модели экономики, мы предполагаем, что это не должно существовать. Чтобы завершить, дополнить вот это небольшое обсуждение. Какая еще есть очень дорогая болезнь на ферме? А теперь многие будут бояться отвечать. Возможно, это когда слишком много животных. Это вторая дорогая болезнь на ферме. Если слишком много животных, и имеется в виду больше, чем самих стоят, и сердце переполнено, то вы не можете нормально ухаживать за животными. Проблемой становится комфорт коров. Часто доильный зал не удается хорошо вычистить. Ну и все управление тоже страдает. Это очень важно сделать так, чтобы животное было на ферме столько, сколько должно быть согласно стойлам. И наша модель экономики, она не принимает вот это вот перенаселение, так сказать, в стойлах. Что мы делаем в нашей модели, это вот эти вычисления, вот эти расчеты. Мы берем существующее животное. Мы высчитываем доход сверхрасходов на карман для этого животного. на сегодняшний день, на завтрашний день, следующий день, и следующий день, и следующий. Мы, возможно, смотрим на восемь, даже десять лет вперед. Мы получаем всю прибыль, которая называется чистой приобретенной стоимостью. Вы понимаете, что такое чистая приобретенная стоимость? Денежные потоки, дисконтированные. Я не слышала. Дисконтированные денежные потоки. Самый слаб, конечно, маленький. Самый слаб, маленький. Я думаю, он знает, что это будет. Вы, конечно, знаете, что это. А еще кто-нибудь знает? Я могу вам объяснить это очень простыми словами. Давайте представим, что вы настолько глупы, что дали мне в долг денег. И соглашение было следующим, что 31 декабря этого года я должен вам заплатить 100 000 рублей. Это я верну вам деньги, плюс проценты и все остальное. А что будет, если я приду к вам сегодня? И я скажу вам, может быть, вы возьмете сейчас 80 000 рублей? Они у меня вот в руке. И я спрошу, возьмете вы сейчас 80 000 рублей? Вместо того, чтобы ждать до конца года и получить 100 000. Скорее всего, вы скажете нет. Но если я сейчас вам предложу 97 000 рублей или 100 000 рублей в конце года, многие из вас возьмете 97 000 рублей сейчас. Это вот и есть что-то типа того, что-то типа чистой приобретенной стоимости. Очень простыми словами. Но вы хотя бы можете понять, о чем мы сейчас говорим. Мы берем будущий доход и возвращаем его сегодня уже в денежном комбаленте. Мы делаем то же самое с коровой в столе. Мы заменяем эту корову и делаем те же самые расчеты. Если настоящая корова имеет больше дохода, чем ремонтное животное, то ее ценность животного в данном случае будет позитиво-положительной. Если настоящая корова будет меньше иметь дохода, чем ремонтное животное, ее ценность будет отрицательной. Если возьмем, например, что будет у нас через 10 лет, мы понимаем, что эту корову необходимо заменить. И в зависимости от ее настоящей лактации, возможно, что будет очень большая вероятность, что ее необходимо будет заменить в течение нескольких лет до той месяца. Если она стильная, у нее уже получается меньше вероятности, что ее заменить, чем если бы она была не стильная. И если она стильная, мы знаем, когда у нее будет теленок. И мы знаем, когда она станет сухостойной. И все вот эти виды расчетов, они все принимаются в внимание. Следующее, что мы делаем, это меняем ее статус репродуктивности. Если она стильная, мы делаем так, чтобы у нее был аборт сегодня. И затем мы делаем те же расчеты. И смотрим на разницу между ее настоящим статусом и ее статусом, если у нее был аборт. Это является ценностью стильности. Если она не стильная, мы делаем сегодня, чтобы она стала стильной. Нет такого показателя, как неизвестная однодневная стильная корова. Но математически мы можем это сделать. Мы делаем так, чтобы корова стала стильной, и опять делаем те же самые расчеты. И ценность ее стильности против ее сейчас, который у нее идет статус, это ценность стильности для вот этой не стильной коровы. Это и есть то, что мы определяем, когда говорим о ценности коровы. Яまた смываюсь. Я иной. Ну, это что мы видим. Я думаю, что это не стильной. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Это те вопросы, которые мы задаем касательно ценности животного на какой-то индивидуальной фирме В эти вычисления входят такие показатели, как степень объявления в охоте Степень оплодотворяемости Добровольный период ожидания И прогнозируемый сервис вперед Также необходимо сюда внести данные по расходам на новую гнитель Степень выбраковки на ту корову, которую нужно продать А также один показатель, который достаточно странный, но не считая, как только для Америки Это цена на 100 единиц молока Потому что в Америке цена исходит из доллара за 100 фунтов молока Продолжение следует... Продолжение следует... Ну так как здесь написано, как у них в Америке, просто нужно принять это Сюда вносят у нас расходы на содержание Это маржинальная цена корма А это опять у нас производство 100 единиц молока Здесь все указано в евро, так как это немецкая ферма Расходы на продуктивность здесь где-то 27 евро 26 евро центов на килограмм молока Ну или 26 евро на 100 Это где-то приблизительная степень выбраковки здесь указана Зависит от лактации Количество лактации И это можно изменить Мы смотрим файл по данным коровы и находим 35 дней лактации На эту группу коров Лактация 3 или выше И у нас есть так называемая продолжительность лактации Это то, как быстро мы оцениваем, что кривая по лактации будет спадать После пика У метели 10 у нее такая вот линия И пик ниже А у тех, у кого выше лактация у них высокий пик, а дальше резкий спад Так процедура, по которой мы говорим И мы имеем вот такой вот график Что это значит? Что это значит? Если у вас корова, у которой брак по воспроизводству, и она дает 24 килограмма молока, вы должны ее оставить. А если меньше 21 килограмма, вы должны ее продать. На этой ферме было тысяча замен. У него было 112 животных с отрицательным ценностью. И более 2000 с положительной ценностью. Средняя ценность животного на этой ферме 872. Также на этой ферме 1330 стильных животных. И средняя ценность стильности это 811. 816 животных не стильных. И средняя ценность стильности равняется 308 евро. Итак, вы видите, где моя 300 долларов ценность стильный ценность? 300? 300 баксов, который был виноват. Соответственно, бесценный ценность. А как вы видите, мои, вот то, что 300 долларов и называла, достаточно консервативно показывать. Вот эта ценность. Это в среднем ценность, чтобы... Насколько увеличится ценность животного, если мы сделаем его стильным? Прямо сейчас. Если она вдруг, прямо сейчас, стала стильной. Насколько увеличится ее ценность? Это те числа, которые мы используем, когда мы делаем какие-либо расчеты касательно продуктивности. Касательно воспроизводства. Иногда не просто. Например. Например. Конор, можно ли я задать вопросы, когда вы идете? Реплесклант 1000. Вы можете сказать, что они могли сделать 1000-е реплескланты? Или они должны сделать? Я просто спросил у вас здесь замещения. Мы транспортим. Это запрещение. Я думаю, что это... 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 Сколько... У него молодняка. Уже есть сейчас 1000 голов. А полторы тысячи у него уже стильных нетелей. Есть, которые можно заменить. 112 коров, которые по расчетам программы... которые непригодны к свинению меньше 21 литра, это 112 коров, которые он может, он должен поменять по расчётам программы. И 2500, это которые он может оставить среди коров. То, каким образом уже одного использует этот отчёт? Они берут отчёт по самому низкому, по животному самой низкой ценностью в стадии. Например, вот это животное, это корова с браком по воспроизводству. Я не знаю, почему у неё брак по воспроизводству. Но вы видите здесь ценность её стильности? Это почти 1700 евро. И если, что произойдёт, если это животное станет стильным? Мы из этой стоимости, из этой ценности вычтем 500. И у неё будет ценность примерно 1200 евро. Это животное стильное. Если у неё будет аборт, мы вычтем эту цену из её ценности. И её ценность животного станет ещё ниже, чем 900 евро. Вот это интересная корова. Она 166 дней, как стильная. Что произойдёт с её ценностью, если у неё будет аборт? Вы увеличится или меньше? Если мы вычтем минус 76, то получится 0. Это будет 0. Это будет 0 или 1. Это будет 0 или 1. Не всегда увеличивает ценность животного. Почему так? Как то, что она становится стильным, может сделать её менее ценной? Это будет слишком радостью. Если у неё будет 40 дней, тогда... Вы получите слишком early insemination. Нет, это гораздо более фундаментально, чем это. Более фундаментально. Тут тулы... Оно даёт мало молока. Если она вдруг абортирует, то она пойдёт в неё. Жги слой мис. Жги слой мис, такая вероятность. Свою слогу еды. Жги слой мис, но ет много футов. Какой вопрос? Да. Какая стильность уменьшается? Все животноводы... Я даже думаю, что почти все в этой комнате... Страдают от одной и той же вирусной болезни. Это очень сложно, вам всем очень сложно продать стильное животное. Правильно? Да. Хорошо. Мы предполагаем, что если животное стильное... Вы её сохраните. По крайней мере, до тех пор, пока она не отелится. И если это собака, а не корова... Как мы называем плохих коров в Америке, собаками. Если она очень плохая корова, вы допускаете ошибку. С экономической точки зрения лучше от неё избавиться. А также обратите внимание, что мы ничего не говорим о ценности телёнка. Ничего о мастите. Или о хромоте. Или о каких-либо ещё других условиях, которые влияют на выбраковку. Мы всего лишь смотрим на сравнительно простую экономику. И всего лишь нужно иметь в виду хорошего животновода, который принимает правильные решения на ферме. К чему всё это приводит? Причина, почему об этом я всё рассказываю, это дать вам нужную информацию по экономике. Чтобы использовать эту информацию касательно ваших коров. Когда мы распечатываем этот список, мы не включим в него животных, которые менее 60 или 75 дней лактации. Вы не будете продавать животных, которые меньше 75 дней. Но те животные вам просто не нужны, чтобы принимать вот эти решения. Чаще всего, если возможно, вы дадите этим животным второй шанс. Но это животные, которые дольше лактации. Вот этот отчёт вам поможет по ним принять решение. Некоторые люди также могут его использовать, что касается болезни. Есть какие-либо вопросы? Итак. Некоторые люди. А может быть, это не очень подробно. Некоторые люди.